Викторинбуржец Руслан Кожевников ищет приюта. 14-летний сирота остался от жилья, которое ему должно обеспечить государство. Чиновники кивают головой на длинную очередь, а юноша тем временем вынужден скитаться. Нашлись и те, кто согласился приютить бедолагу. Трогательная история в материале Екатерина Деменчук. Вот у меня прописан в дом престарелых. Среди пожилых людей Руслану явно не место, но другого дома у сироты нет. Несмотря на то, что по закону выпускник детдома уже давно должен жить в собственной квартире. Правда, об этом он узнал лишь спустя десятилетия. Право на положенную жилплощадь пришлось отстаивать в суде, который мужчина выиграл. Однако он по-прежнему скитается по чужим домам. Два-три года жди. Я говорю, ну а в решении суда ведь не написано, что я должен два-три года ждать. Тут написано, что дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, получают вне очереди жилье. У вас деньги есть, выделите, пожалуйста, мне жилье. Мне сказали, жди. Я говорю, а куда мне идти? Идти Руслану действительно некуда. Мать отказалась от него сразу после рождения. Выйдя из детдома, он нашел родственников, но те не захотели его знать. И вот уже 14 лет он гостит у знакомых, катаясь по всей области. Иногда ночует на вокзале. Его там даже мечтал, говорит, лягу, приду в свою квартиру, лягу к вану и буду лежать. Татьяна Ивановна приютила Руслана, когда еще жила в общежитии. Тогда мальчика приходилось прятать от коменданта. Сейчас женщина с семьей живет на 15 квадратных метрах, но все равно готова потесниться. Ну в тесноте, да не в обиде. Где на пол постелю, где на диване поспит. Приедет две-три недели одну, потом едет дальше в другое место к знакомым. Да, уже почти что как родственник, как сын приемный. Даже шуткой называем приемный сын. Руслан уже обошел десятки инстанций. Оказалось, что вне очереди на жилье он далеко не единственный. Даже в числе первых он под номером 41. При таком раскладе квартира ему не светит раньше 2016 года. Хотя только в этом году на строительство жилья для сирот в области потратили более миллиарда рублей. До конца 2014 года фондам жилищного строительства планируется предоставить жилье еще 278 нуждающимся. Ключи от квартир получат дети-сироты из Нижнего Тагила, Тавды, Верхотурья, Североуральска, Сухого Лога, Верхней Туры, Ивделя и Новой Ляли. Руслан в число счастливчиков не попал и даже отдалился от заветной мечты. Он уже 44-й в очереди. Почему исполнение решения суда затягивается, объясняют приставы. Данная категория исполнительных производств является социально значимой. И здесь достаточно длительный срок исполнения. В основном здесь зависит исполнение решения суда в первую очередь от застройщика. В любом случае взыскателю жилое помещение будет предоставлено. Неясно и то, почему выпускника и инвалиды второй группы сразу не поставили в очередь. Как теперь выбраться из бюрократической ловушки, Руслан до сих пор не знает. Но надеется на чудо. 30 декабря у него день рождения. И лучшим подарком будет весть о том, что дело с квартирой сдвинулось с мертвой точки. Екатерина Деменчук, Алексей Богданов. Новости 41 канала.